Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на нашем канале. Продолжается необычная зима 2019-2020 года. Февраль в самом разгаре, один из наиболее холодных месяцев, однако ни снега, ни особенно мороза пока не видно. Когда-никогда наступают морозные дни. И с одной стороны можно было бы порадоваться такой ситуацией, что вот, мол, растением будет хорошо, особенно более южным рододендроном, там другим всевозможным, хвойным, каким-то более прихотливым. Однако же это вовсе не так. Не уйдя нормально в состояние вынужденного покоя, будучи обнадеженными, скажем так, образно теплыми погодами, теплой такой хорошей температурой, растения не уснули как следует. И малейший морозик, который приходит в это время, несет с собой большие риски для вот таких вот всевозможных более прихотливых растений. Посмотрите на этот вечно зеленый рододендрон. Листья у него пожухли, обвяли. Такое впечатление, как будто бы здесь прошел заморозок, какой-то летний период. Конечно, эти температуры, вот это колебание ненормальное теплых и в ответ далее последующих холодных температур, являются весьма и весьма стрессовыми для всех растений. Что же мы можем предпринять для того, чтобы снизить эти стрессы? На самом деле, в этот февральский период и начало марта не так страшен мороз, как, например, страшно солнце. Иные садоводы могут порадоваться, что, мол, солнце хорошо будет согревать от мороза, растения будут отходить и так далее. Однако же, это тоже не совсем так. Дело в том, что вот это весеннее солнце обладает сильным и сушающим, и обжигающим эффектом. Для того, чтобы защитить наши растения, это и рододендроны, это и многие хвойные растения, особенно ели очень сильно страдают, особенно конники, которые медленно растут и медленно восстанавливаются, они очень сильно страдают от вот этих палящих и сушающих солнечных лучей, особенно вот в условиях такой мягкой зимы. Можжевельник китайский тоже от этого страдает, ну и многие другие растения. Что предпринять, что сделать, как защитить? Ну, самое простое, что мы можем сделать, это взять плотный белый спонбонд и максимально хорошо обернуть наши растения. В этом случае будет организовано своеобразное притенение, а также одновременно защита от сильных, а может быть иногда в какие-то дни морозных и сушающих ветров. Поэтому спонбонд является хорошим выходом. Однако для таких вот больших экземпляров рододендронов, а они бывают еще больше, еще роскошнее, обернуть их спонбондом иногда технически не представляется возможным. Точно так же, как для высоких, каких-то уже довольно старых хвойников. Поэтому здесь нам на помощь приходит наш белый меловой раствор. О белом меловом растворе мы рассказывали в наших выпусках, и упоминали его, и рецепт там есть, когда говорили о необходимости защиты плодовых растений, тех же вишен, черешен, яблонь, груш, а также томатов и перцев от такого злого сильного солнца, когда оно может тоже в летний период обжигать овощи и фрукты. Этот же самый состав прекрасно подойдет для обработки рододендронов и хвойных растений, для защиты их от сильного ультрафиолета в весенний период. Еще раз повторюсь, особенно сейчас, вот в эту зиму, когда вот такой настоящей зимы так и не было. У нас климатическая зима в Беларуси в этом году пока что так и не настало, и перспектив больших нет. Поэтому приготовьте такой раствор, и когда температура будет выше нуля, обязательно обработайте густо-густо-густо все ваши растения. Не добавляйте туда никаких прилипателей, ничего. Нужен всего-навсего зубной порошок, или тонкий-тонкий мел, или меловой раствор тщательно профильтрованный через двойную марлю, или такую, ну не очень густую ситцевую ткань, и нанести его на поверхность листьев и на поверхность хвои. Он у вас задержится ровно настолько, пока не пойдут теплые весенние дожди, не смоют его без остатка, он у вас без остатка смоется, и растения не придут к этим дождям, как раз в том самом хорошем физиологическом состоянии, которое и требуется для этих растений. Многие опасаются использовать меловые растворы, связанные это с тем, что они говорят, что вот те же рододендроны, многие из них требуют кислой почвы, они не являются кальцифилами, кальция им противопоказана, а все-таки нанесение этого кальция, кальциевых составов на поверхность листьев, приведет к миграции кальция в почву и нарушению физиологии развития этих растений. Определенная доля правда в этом есть, но при этом надо помнить, что количество кальция, которое вы сюда вносите, является ничтожным, поступать он будет постепенно смываться в почву, и в любом случае эмульчирование хвойным опадом или же рыжим нераскисленным торфом в полной мере снимет у вас все проблемы, связанные с попаданием кальция в почву под растения, которые к кальцию неравнодушны в том смысле, что не очень его любят. Поэтому прислушайтесь к этому совету. Вот посмотрите на свои растения, вот сравните, вот здесь буквально в трубочку скручены листики у растения, а растение, которое находится внутри массива, оно чувствует себя хорошо. И это воздействие солнца, это воздействие небольшого понижения температурно несущественно. Вон я в феврале месяце стою, как весной или летом в холодный период. И, конечно, вот это открытое пространство, ветерочек, и здесь воздействие солнца приводит к тому, что листья сигнализируют о плохом физиологическом состоянии. Обязательно сделайте эту процедуру. Сохраните, спасите ваши растения, потому что потерять такие шикарные большие экземпляры особенно жалко. Что ж, надеюсь, эти советы помогут вам правильно увидеть необходимость обработок, увидеть физиологическое состояние, воспринять сигналы, которые дают растения, и правильно поступить с ними, для того, чтобы они нас радовали в течение всего вегетационного периода. И много-много лет. До встречи!